Тайсон 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 Я хочу, чтобы мне сейчас кто-то ответил Майк Тайсон Со сколькими боксерами из зала славы он дрался? И не надо мне вспоминать чертового Майка Спинкса Он перешел в тяжи и с другой весовой И нечего сюда приписывать Ларри Холмса, потому что он был далеко уже не в своем прайме Так сколько? Скажите мне, сколько? Не разобравшись, что к чему только и могут что О боже, это же Майк Тайсон Заткнитесь уже, не знаете о чем говорите вообще Идите, почитайте лучше Льюис и Холифилд Вот Спасибо, всего два человека Два боксера Холифилд побил его два раза, Льюис один раз Так о чем вы, черт возьми, говорите, а? Идите, учите историю А в своем недавнем разговоре с Лил Уэйном Майк сказал, что уже в ближайшие дни Он объявит имена потенциальных соперников Говорит, что это будет прям камбэк в большой бокс Также он сообщил, что деньги обсуждаются огромные Но чтобы он не заработал, он отдаст все нуждающимся людям Людям без жилья, людям борющимся с зависимостью Потому что он и сам через все это проходил И знает, как это тяжело Ветеран смешанных единоборств Вандерли и Силва В недавнем интервью заявил, что он уже получил предложение от BKFC На 10 миллионов долларов за кулачный бой с Тайсоном А президент этой федерации Дэвид Фельдман сказал, что планирует поднять свое предложение выше прежнего В то время как первое его предложение составляло 20 миллионов долларов До этого ходили слухи, что Майк будет драться в октагоне Это звучит уж прям совсем нереалистично А вот история с кулачными боями без перчаток в BKFC Это уже куда не шло, по-моему Судя по комментариям, в соцсетях всех распирает от желания увидеть ветеранов в действии Я в шоке от формы этих мужиков Такое ощущение, что они в заморозке находились Офигеть, Майк Шустрый Скорость, огонь Выставочный бой или нет, мне кажется, Майк зарубится Железный красавчик Заряженный как никогда для его возраста Еще немного скинуть вес и огонь А Холлифилд уже в адовой форме Вот она, золотая эра бокса Старая школа покажет нынешним боксерам уровень Кстати говоря, о нынешних топах Энтони Джошуа сказал, что с радостью посмотрел бы бой с Тайсоном На днях он прокомментировал это для портала JQ в прямом эфире Инстаграм Да, конечно, я об этом слышал Это то, чем мы дышим Тем более, когда речь заходит о таком человеке, как Майк Тайсон Все говорят о камбэке, но это же Майк Тайсон Это то, чем он живет, то, чем он занимается всю жизнь Все такие, о, Майк Тайсон возвращается Но он никогда и не прекращал Это в его природе, в его ДНК Так что, если он вернется в ринг, конечно, я буду смотреть Я буду одним из первых по-любому А он тебя вдохновлял, когда ты был подростком? Да, конечно, он был тем самым человеком Он поднялся из неблагоприятного района До чемпиона среди любителей Потом чемпионом мира, самым молодым за всю историю Ну и он стал одним из самых узнаваемых лиц в спорте Мне кажется, что вот прям международного признания В боксе достигли только два человека Это Мохаммед Али и Майк Тайсон И то, какой путь проделал Майк от низов И тем, кем он стал сейчас, он меня мотивирует Слушай, а таких чемпионов вообще делают еще? Ну, как бы тебе сказать Так на чем же все-таки готовится Майк? И как ему удалось столь короткие сроки сделать такую яркую форму? Я предлагаю вам послушать, что сам Майк сказал на эту тему Слушай, ну во-первых, мы очень рады тебя видеть Мы видели видео, где ты тренируешься Что происходит, чувак? А я не знал, что вы смотрите это видео, но для Китая предназначалось Черт возьми Судя по всему, это не секрет больше Ну ладно Короче, да, я возвращаюсь в форму Я отлично себя сейчас чувствую Делаю процедуры со стволовыми клетками Вы слышали об этом? Да, да Так а что именно ты делаешь? Короче, они взяли у меня кровь Где-то шесть колб Взяли в лабораторию Быстро раскрутили в центрифуге Но вы наверняка слышали об этом И получается жидкость такая прозрачная практически И потом они обратно ввели это туда, куда тебе нужно Там, где тебе нужно заживляться Где у тебя травмы там Или драковые даже какие-то образования Короче, что угодно Они вводят это туда и все Через несколько дней ты как новый абсолютно И ту же историю он озвучил недавно Шакилу Анилу Я ведь нормально не боксировал 15 лет А тут немного поработал с мешком пару дней И все, чувствую себя отлично Знаешь, что я сделал, кстати? Я... Как называется? А... Лечение стволовыми клетками Знаешь, что это? Я знаю, да, но я не делал никогда Короче, я сделал И это дико просто Я чувствую себя другим человеком Но не могу понять, что происходит Понимаешь, о чем я? Да, да Жесть просто На что ученые теперь способны Короче, помню, как мы с тобой пересеклись Как-то в Century Club И ты меня так шибанул по спине Я разворачиваюсь Эй, ты мазафакер! О, Майк, здорово! Как дела? Как сам? Да я просто рад видеть тебя Я всегда рад тебя видеть Так ты не помнишь, да? О, черт! С одной стороны, то, что описывает Майк Очень похоже на PRP То есть инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами Отобрали шесть колб крови Центрифугировали И прозрачную жидкость ввели в тело Но с другой стороны Тут действительно нельзя исключать И лечение стволовыми клетками В основном принято получать эти клетки Из костного мозга Либо же из жировой ткани Но в принципе, теоретически Их можно получить и из венозной крови тоже Кровь забирается Прогоняется через центрифугу Так же, как рассказывал Майк И потом ученые из полученной фракции Культивируют То есть, по факту Выращивают эти стволовые клетки То есть, чисто теоретически Это возможно Но в реальности Никто так не делает Потому что это значительно сложнее И дороже, чем получить Те же стволовые клетки Сразу из жировой или костной ткани Поэтому, скорее всего Наши первые предположения Что Майк описывал Обычное PRP Были верными Вообще, Майк далеко не первый На Западе, кто Объясняет свою Резко улучшившуюся форму Стволовыми клетками Это довольно распространенная Версия Прикрытия Для фактического Использования Гормональных препаратов Фарма официально Естественно Запрещена Поэтому, спортсмены И актеры Когда спрашивают Как они так быстро Спрогрессировали Озвучивают То, что делать можно То, что Зачастую Они даже действительно делают Но параллельно с фармой Еще, кстати Также можно выделить Из крови Фактор роста Настоящий Айфар-1 Но это тоже Как бы допинг И об этом Майк тоже Открыто сказать Просто не мог Поэтому Имеем То, что имеем Омолаживающая Чудо-процедура Со стволовыми клетками Так и запишем На этом пока все, друзья Ждем имена Ждем новостей Ждем Боя, наконец Как вы сами Относитесь К происходящему Пора ли Холифилду солить Второе ухо? Ждете бой? Пишите в комментариях Что думаете О всем этом Это был Алексей Мокшин Канал Спортфаза Перезагрузка Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова